Модернизация и расширение туристического бизнеса в Самарской области идет семимильными шагами, поделился своим опытом с коллегами Александр Олешков. В его кемпинге на берегу Волги в этом сезоне появились домики со всеми удобствами и увеличилась многократно развлекательная сеть от байдарок до игровых площадок. Предприниматель ориентируется на потребителя, а он готов платить на отдыхе за комфорт и развлечение. На вид отдыха на воде спрос просто колоссально растет. Будем оказывать услуги по перевозке экскурсионным маршрутам, потому что в поле нашего зрения даже с площадки из домов гора Стрельная, Шалыга, Середыш. Соответственно, места, которые все больше и больше пользуются спросом и популярностью людей. Новый туристический сезон не за горами и туристический бизнес надеется, что в этом году ограничений из-за коронавируса будет меньше, а поток отдыхающих будет больше, чем в предыдущие годы. Поэтому цены на рынке выросли на проживание на 10% и на питание на 15%. Зато качество услуг и размещение улучшилось. Тем более, что отдыхать в России стало выгодно. Продолжает действовать туристический кэшбэк. Компенсация государства составляет 20%. Для детей путевка обойдется наполовину дешевле от заявленной цены. Тот, кто еще не определился, куда направиться на отдых своих детей, они могут сделать это в самое ближайшее время. По детскому кэшбэку на сегодняшний момент речь идет об отдыхе, который продлится до 30 сентября включительно. В Самарской области отдыхают не только местные жители, но и гости из других регионов. Едут семьями за тысячи километров. Иногда по пути на Черное море, остановившись переночевать, остаются до конца отпуска. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, События.